Здравствуйте дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Марина и я очень рада приветствовать вас у себя в гостях, где я показываю и рассказываю о своих находках и покупках в магазинах Second Hand. В самом начале обзора хочу поделиться своей последней покупкой. Купила вот такие ботинки от итальянского бренда Karma Offsharm. Купила я их на скидке за 700 рублей. Это 35 размер. Новые на официальном сайте стоят от 22 тысяч рублей. Очень удобные, комфортные, они в отличном состоянии, нет никаких дефектов, то есть немножко почистил, одел и пошел. И сначала будут образы, которые я составила в примерочной. Первый образ будет Total Denim. Это рубашка от бренда Levi's. Стоила она 500 рублей. И джинсы также Levi's на болтах. Цена у них была 750 рублей. Получился вот такой образ. Актуальный. Джинсы мне не понравились, потому что низковатая талия и как-то они на меня совсем не сели. Мне было в них некомфортно. Следующий образ это юбка от Uniqlo. Стоила она 1000 рублей. Кстати, через неделю я нашла такую юбку за 500. Точно такая же. И примерила я ее с футболкой из 100% кашемира. Цена ее была 500 рублей. Состояние хорошее, просто она очень сильно помятая. То есть, когда я дома ее отпарила, она получилась отличная. Юбку я оставила в магазине, а футболку купила. А это кардиган Эскада. К сожалению, с него срезаны все пуговки. Это меринос. Очень мягкий, приятный. Цвет очень интересный. Цена у него была 500 рублей. Но потом, при детальном рассмотрении, оказалось, что у него очень много мелких дырочек. А на мериносе такие дырочки, к сожалению, очень сложно зашить. Ну, по крайней мере, дома. Юбка Zara Plysset. 750 рублей. Подобная уже была в моих обзорах, но большой размер тогда был. И джемпер Uniqlo. Это тоже меринос. Красивый цвет Марсала. И получился вот такой образ. Юбка очень удобная и комфортная. Размер как раз мой. Но я ее не купила. Это все осталось в магазине. Юбка от Zara. По этикетке видно, что это какая-то очень старая коллекция. Можно сказать, наверное, винтаж. 350 рублей она стоила. Размер был примерно на 46-48. У меня она была очень свободна. И вот такой джемпер с рукавами под летучую мышь. Такой комфортный, свободный. В составе у него шерсть и кашемир. И цена 500 рублей. Вот юбка совсем на мне висит. Я, кстати, до сих пор не купила для себя джинсовую юбку. У меня поиски продолжаются. И я верю, что обязательно найду юбку, которая сядет прям по моей фигуре и будет на меня отлично смотреться. Это юбка от бренда Wool Street. В составе у нее есть шерсть. Она на подкладе. Подклад, причем, такой не очень приятный. Из полиэстеробол. И вот такой джемпер тоже очень-очень сильно мятый. В составе у него 50% кашемира и 50% хлопка. Хороший состав. Очень комфортный в носке. И если джемпер привести в порядок, то есть его постирать, отпарить, будет смотреться превосходно. Потому что у него такой очень нежный голубой цвет. Мне понравился. Да, я его купила. Платье Uniclo в размере M. Я такое уже покупала примерно год назад. 750 рублей цена. К этому платью вообще еще должен быть пояс. Но, к сожалению, именно на этом его не оказалось. Очень свободный, прямой силуэт. Карманы. У Uniclo отличное тоже платье. Это из Ангоры кардиган. Он полностью весь на подкладе. Безумно мягкий, как облачко. Прямо пушистый. Это Банана Репаблик. В составе шелк и нейлон. Честно сказать, вот этот, типа, ремешок, который на нем, вот он совсем, мне кажется, здесь не нужен. Эту кофточку оставила в магазине. Хотя состав очень даже неплохой. Я думаю, что ее кто-нибудь другой, наверное, купил. Это джемпер из Мериноса. Очень такой мягкий, свободный. Цена его была 750 рублей. Кстати, хорошо подходит к этим глюкам. Прямо по цвету они гармонируют. Это шелковый кардиган. Очень приятный. Искала его потом на скидках, но уже не было. Он нашел свою хозяйку. Цена его была 500 рублей. На лето классная вещь. 78 шелка, а остальное эластан. То есть, он такой эластичный. Конечно, все вещи в секунде выглядят очень помятыми иногда. Поэтому даже сложно понять, как вещь будет выглядеть, когда ее приведешь в порядок. А это шелковая блуза. За 500 рублей. Такой у нее. Принт похож, мне кажется, на зебру. Вот так она выглядит. И я ее купила. Это бренд ГЕС от Марсиану. Хлопковая рубашка. Ой, прошу прощения, это льняная рубашка. За 350 рублей. Я ее тоже купила. У меня она достаточно свободна. Но новой хозяйке, думаю, что подойдет. А это рубашка марка Пола из стопроцентного хлопка. Ну, что-то в ней не так, мне не понравилось. Наверное, расцветка. Осталась в магазине она. Джемпер от Гленфилд. Это шерсть стопроцентная. Цена 750 рублей. Хорошая базовая вещь. Оказалось, тоже в числе моих покупок. Рубашка от Юникло. Кстати, недавно я купила себе, наконец, рубашку Юникло. Обязательно вам ее покажу. Но это не она. Еще Юникло. Я обожаю этот бренд. У меня уже у самой очень много вещей этой фирмы. И я с удовольствием их ношу в повседневной жизни. Очень комфортные. Не теряют свой внешний вид. Даже после многих стирок. Прям самый мой, можно сказать, любимый бренд. Это блуза от Марка Пола. Из тончайшего хлопка. Но при примерке как-то вот она странно села. Большой очень вырез. Одна всего пуговка. Решила, что не нужно это покупать. Поэтому оставила тоже в зигзаге. Это джемпер конса. По-моему, это вискоза и хлопок. 500 рублей. И я примерила этот джемпер с джинсами Вигас. Прям они винтажные такие. Прям видно, что очень-очень давно выпущены. Но сели классно. Высокая посадка. Они на болтах. Почему-то мне больше нравятся болты, чем молния. Но у меня уже есть подобного цвета джинсы. И оставила их в магазине. Сиба и Клоя. Классные джинсы. Но я в них еле-еле влезла. Они прямо на мне, можно сказать, не застегнулись. И я их примерила с ярким хлопковым кардиганом от Юникло. Очень красиво смотрится. Мне нравятся светлые джинсы. Такие голубые. И ярко-розовый кардиган. Это рубашка Гант. 100% хлопок. Цена 500 рублей. Полосочка. Я, кстати, в юношестве очень любила рубашки в полоску. У меня их было много. Очень много. И вот так эта рубашка села на меня. Тоже достаточно неплохо. Шелковая блуза. Это 100% шелк. Цена ее была 350 рублей. Она была очень сильно мятая. Непонятно, как выглядела. Но я все-таки ее купила. Постирала и привела в порядок. Благодарю всех за внимание. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.